Если прошлый выпуск моего трейдерского блога показался мне самому довольно-таки скучным, потому что не появилось новых сущностей, то за последнюю неделю накопилось более чем множество этих сущностей. И сегодня мы обсудим сразу несколько, как говорили в фильме День радио, если не ошибаюсь, животрепещущих тем. Во-первых, это ситуация на крипторынке и настроения, которые там возникают. Во-вторых, это подъем рынка, который явно перерастает в то самое рождественское ралли, о котором я говорю в последние блоги. И в-третьих, это многочисленные события, как финансовые, так и общеэкономические, которые, скорее всего, определят погоду на финансовом рынке на конец этого и начало следующего года. Но давайте по порядку. И начнем мы с криптовалют. На минувшей неделе ко мне обратилось одно средство массовой информации с просьбой прокомментировать ситуацию на рынке криптовалют. Обратилось, как, наверное, к достаточно известному криптоскептику, который еще в декабре 2017 года предсказал серьезное снижение криптовалют. Ну и, соответственно, с июня в моих блогах звучит прогноз о том, что криптовалюта и крипторынок выходят в унылый боковик с тенденцией к снижению. Так как все это сбылось, видимо, ко мне и обратились, но немножко уже с полным перебором, потому что вопрос звучал примерно так. Не будет ли 2020 год годом полного заката крипторынка и стоит ли уже регуляторам браться за то, чтобы регулировать этот рынок и почему в России закон о криптовалютах до сих пор не примет и кипят различные страсти. То у нас Виталий Батырин вводит президента Путина по какой-то выставке и убеждает в перспективности криптовалют, то наоборот МВД выходит со странным заявлением о том, что сейчас готовит меры, как хватать криптовладельцев нелегальных и так далее, и так далее. Почему мне показалась ситуация немножечко глупой? Потому что я криптоскептик, но я вовсе не считаю, что крипторынок абсолютно бесперспективен. Я полагаю, что следующий год будет не годом разочарования в крипторынке, а годом разочарования в криптохайпе. То есть во взглядах таких детских, немножко юношеских на криптовалют, как на волшебную палочку, на золотой ключ, с помощью которых можно быстро обогатиться. Вот эта история про три сольда, которые надо зарыть на поле чудес и на утро будет золотоносное дерево, она, конечно же, заканчивается. Но, на мой взгляд, именно это говорит о выздоровлении рынка криптовалют. Подобная же ситуация, как с криптовалютами, история прекрасно знает. Это и история с бумажными ассигнациями во Франции в начале 18 века. Это и история с железнодорожным бумом с акциями железнодорожных компаний в США конца 19 века. Это история с даткомами и это история с бигтехом начала уже нашего века. Криптовалюты в этом плане абсолютно повторяют всеобщий сценарий. Возникает новая сущность, хайп, резкий подъем, пузырь, падение, разочарование. И тут горячие головы, которые сначала бежали в ту сторону, теперь говорят, бросаем все, это все погибнет. Нет, ничто не погибло. Бумажные ассигнации, несмотря на аферу лоу во Франции, до сих пор в ходу, как минимум. Акции железнодорожных компаний в США до сих пор на бирже. Даткомы в массе своей и тем более бигтех чувствуют себя прекрасно. Я полагаю, то же самое в новом году случится и с криптовалютами. И в качестве иллюстрации, иллюстрации не того, что я перехожу из лагеря криптоскептиков в лагерь криптоевангелистов, а иллюстрации того, что, скорее всего, я считаю себя криптопрагматиком. Я заинтересовался любопытным предложением, которое появилось на рынке от наших белорусских коллег. Я имею в виду проект currency.com, который его владельцы позиционируют как первую на пространстве СНГ легальную регулируемую криптобиржу токенизированных активов. И это действительно правда, поскольку именно в Белоруссии не стали ждать вариантов с регулированием. Там нет вот этой невнятной ситуации, как на российском рынке. И президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет номер 8 о развитии цифровой экономики, который, собственно, по крайней мере, как минимум задал основу для регулирования крипторынка, рынка токенов и технологии блокчейн. Мне очень в этом смысле импонирует позиция Минска, который потихонечку превращается в такой IT-хаб и имеет все шансы превратиться и в хаб цифровой экономики. Это не значит, что декрет господина Лукашенко наверняка не отвечает еще на все вызовы, на все вопросы, на действительно все те сложные узлы, которые государственным регуляторам предстоит решить на крипторынке. Но это означает, что нормальное движение, как и в Швейцарии, впрочем, как и в ряде других стран, началось. Ну а захожу я, собственно, на эту биржу currency.com по весьма банальной причине. Причина все та же рождественская ралли, только не в смысле повышения цены, а совершенно в другом. Все мы, наверное, помним, как примерно лет 10 декабрь на российском банковском рынке знаменовался многочисленными бонусами, подарками при открытии депозитов. Я помню, дарили варенье, печенье, ну, в общем, как плохишам, как положено, шарфики даже дарили, что только не дарили. И вот эта история рождественских бонусов на банковском рынке умерла, в общем-то, вместе с привлекательностью банковских депозитов. А забавно, но на крипторынке, судя по всему, она начинается. Например, криптобиржа currency.com решила в этом году не отставать, вернее, даже не то, что не отставать, а перенять инициативы, которые раньше принадлежали крупным российским банкам. И устроила своего рода такой ралли подарков. Обещает, что под бой курантов тысяча человек получат новогодний подарок, токен стоимостью от 10 до 7 тысяч долларов. Я зарегистрировался, вы, как и я, можете зарегистрироваться по ссылке, которая находится в описании под этим видео. А на новый год, в лучшем варианте, получить целый биткоин. Кстати, сразу расскажу о своем собственном интересе. Если вы зарегистрируетесь по ссылке в описании, то будете в моей команде. А если используете свою ссылку для приглашения своих друзей, то сможете повышать свои шансы на получение этого самого биткоина. В описании к этому видео есть специальный промокод, напишите его в чат поддержки и получите 50 дополнительных очков. Как заверяют устроители акции, если вы пригласите своих друзей, то 6 месяцев будете получать бонус в размере 50% от уплаченных ими комиссий. Не знаю, как вы, а я решил попробовать и обязательно в одном из первых блогов после нового года подведу итоги этой своей податливости на рождественские подарки. На этот раз не банков, а криптобирж. Так что я, возможно, ищуся противоречия в тот момент, когда теперь уже все заговорили о разочаровании, возможно, в криптовалютах. Наоборот, решил прибавить ложку меда, бочку дегтя и попробовать принять участие вот в такой акции. Теперь о еще более важных вещах. Мое предположение, что все-таки торговый диалог Пекина и Вашингтона закончится в этом году подписанием хоть какого соглашения, полностью оправдались. Опять же, можно бить в пяткой грудь, если бы я не забросил последние 3 месяца фитнес и сохранял ту же гибкость членов, что было раньше. И мы видим, что сообщение о первой фазе торгового соглашения подстегнуло рынок. Ну, в общем-то, я где-то так и предполагал. Так что другой мой прогноз о перерастании подъема в ралли, в общем, на грани сбычи. Пока рано об этом говорить, потому что все-таки рождественское ралли это то, что заканчивается повышением 24 декабря, а не то, о чем можно уже говорить, как о свершившемся в середине декабря. Поэтому, что называется, будем посмотреть. Я по-прежнему держу открытые позиции по огромному спектру акций, прежде всего американских и европейских. Но только очень короткими, быстрыми заходами работаю с индексами, потому что полагаю, что все-таки вероятность слишком значительного дальнейшего роста индексов не так высока. Возможные сбои и риски. По-прежнему на рынок влияет и риторика, которая раздается. И полагаю, что в ближайшую, по сути, последнюю предрождественскую неделю эта риторика в целом будет скорее позитивной, чем негативной, что и подхлестнет ралли еще больше. В результате мы видим с вами практически рекордные показатели. И это, конечно же, возвращает нас к мысли, а может ли это оказаться пузырем, который будет проколот. Я думаю, что январские события однозначно дадут ответ на этот вопрос. И также я полагаю, что сегодня значительная часть инвесторов и трейдеров, особенно крупных, считает такое развитие событий достаточно вероятным. Поэтому не ожидаю, несмотря на значимый подъем фондового рынка, эквивалентного снижения стоимости золота. Напомню, что еще летом я говорил о том, что золото, на мой взгляд, вряд ли пробьет планку 1550, но и вряд ли значимо отклониться от коридоров 1500-1550 долларов за унцию. Пока примерно так и выходит, хотя один из наших забавных зрителей, видимо, судя по всему, сторонник форекс-трейдинга, считает, что отклонение на 40-50 пунктов это принципиально значимое отклонение. Но на этом можно сказать только одно. Не торгуйте с плечом 100 и даже с плечом 50 и даже с плечом 20. И поверьте, вот подобные колебания вы будете воспринимать как, что называется, легкую зябь на море, а не как 9-ти бальный шторм. Ну, по-прежнему, на мой взгляд, возникает интересная версия, особенно для людей, которые склонны к аппетитам и чьи депозиты, чьи инвестиционные портфели позволяют сделать такие эксперименты. Я сам воздержусь, но считаю это любопытным направлением. Это акции британского и ирландского рынков. Мне кажется, что в новом году эти бумаги могут показать значительную динамику. Я специально пользуюсь таким умным словом, то есть звучит все очень солидно, показать значительную динамику. А именно это позволяет не ответить точно на вопрос, вырастут или выпадут. Потому что динамика, она и туда может быть, и туда, и как бы я остаюсь ни при чем. Правильно ведь сказал. Ну, если честно, конечно, я полагаю, что может быть довольно приличный рост по целому спектру бумаг британского и ирландского рынков. И связано это частично с Брекситом, а частично с тем, что в Ирландии явно стал формироваться некий цифровой хаб, который обслуживает интересы глобальных корпораций. И компании, которые к этому хабу имеют непосредственное причастие, могут, конечно же, значительно подняться на рынке в своих котировках. Ну, а британский, полагаю, что испуг перед Брекситом, который, как гласит старая российская поговорка, не так страшен Брексит, как его молюют. Вот этот испуг, он пройдет, и инвесторы опять ощутят аппетит к целому ряду британских компаний, особенно демонстрирующих хорошие результаты по отчетности и хорошие дивиденды. Полагаю, что после отлива начнется прилив. Повторюсь, сам практически не участвую, имею несколько британских бумаг, ирландских в моем портфеле нет. Но если в начале нового года я еще раз сделаю увеличение своего инвестиционного портфеля, то постараюсь в эти самые ирландские бумаги войти, скорее всего, на достаточно приличный срок, то есть с диапазоном на год. Ну и последняя, на мой взгляд, важная тема в моменте, это тема ключевых ставок. Напомню, что я прогнозировал еще одно снижение ключевой ставки ФРС. Оно состоялось. И одновременно последовало, ну не то чтобы заявление, но по сути, де-факто, такая декларация ФРС о том, что баста. Дальше мы переходим, скорее всего, к долгому периоду стабильной ключевой ставки. Что, с одной стороны, повышает привлекательность американского фондового рынка, а с другой стороны, по-прежнему держит доллар как более интересную для роста валюту, чем, скажем, европейскую. И несмотря на то, что с понижением ключевой ставки ФРС доллар немножко снизился, он как бы снизился с тех паритетов, которые были уж совсем неестественными. Я полагаю, что мы в течение ближайшего года можем увидеть действительно определенную стабильность на валютном рынке. Вполне возможно, что как раз 2020 год будет довольно скучным на рынке Форекс. И стабильную ставку, и экономику, так скажем, оставят наедине со статистикой, а не поставят в зависимости от размера ставки. Что, соответственно, возвращает нас к мысли, о которой я говорил в прошлом блоге, о том, что, наверное, экономическая статистика все и вне и вне будет снова возвращаться на традиционный первый план, даже на фоне Пекина-Вашингтонского диалога. И, конечно же, уже в январе по первым статистическим отчетам, по индексам деловых настроений, по показателям рынка труда, прежде всего, в США, и по бежевой книге ФРС, как только это появится, мы увидим, как определится настрой рынка. То есть, это будет ответ на вопрос, возможно ли во второй половине января и в феврале еще одно, пусть не какое-то залихватское, но все-таки ралли. Или же, возможно, некий откат, связанный с нехорошими данными. По-прежнему, лично я держу руку на пульсе, прежде всего, американской статистики и германской статистики. И последняя тревожит больше первой. Вероятность, что Германия окажется в позиции либо около нуля, либо даже в микрорецессии, очень высока. Поэтому долю германских бумаг я в своем инвестиционном портфеле не увеличиваю. Никому бы, наверное, в сегодняшней ситуации не посоветовал. И в продолжение темы будет-не будет, будет ли кризис, прорвется ли пузырь, пузырь ли это, или, наоборот, возможен еще рост, и как все это на что повлияет. Любопытная публикация, которая дана на нашем портале Finversia. О том, что индекс черного лебедя не пугает Уолл-стрит. Напомним, что индекс черного лебедя это такой не очень официальный показатель, и он основан на опционах, грубо говоря, на бинарности опционов, на том, в какую сторону они повернуты, и должен сигнализировать о растущем спросе инвесторов на защиту от обвала фондового рынка. Понятно, что опционы очень многими используются как хедж против основного направления своих инвестиций. Скажем, инвестиции у вас на лонг, опционы на шорты и наоборот. И вот этот индекс растет. Он практически достиг 14-месячного максимума. Однако аналитики Уолл-стрит не видят в этом причин для паники. А скорее то, что аппетиты к такому активному, агрессивному трейдингу повышаются. Ну, соответственно, повышаются и объемы хеджа. Ну, а подробнее вы можете прочитать на нашем портале Finversia. Я думаю, что даже если вы завзятый и заклятый сторонник подъема, версии подъема и версии лонгов, этот материал точно будет не лишним принять во внимание. Ну, и в связи с ФРСовской ставкой, сообщение, которое касается уже только российских инвесторов, информация о том, что Совет директоров еще раз в пятый раз уже в этом году снизил ключевую ставку по рублю на 0,25%. Кстати, на эту тему тоже несколько СМИ попросили мой комментарий. Ну, на мой взгляд, размер нашей ключевой ставки таков, что снижение на 0,25% мягко говоря, на реальную стоимость денег на российском рынке, на ликвидность не влияет. Но влияет с психологической точки зрения. То есть, ЦБ России показывает, что уверен в стабильности финансового рынка, в положении рубля. Конечно, для бизнеса это очень хороший сигнал. Что касается реального воздействия на финансовые инструменты, то, мне кажется, оно очевидно. Кредиты эквивалентно не снизятся в цене. Для того, чтобы кредиты в целом упали на 0,25%, надо, чтобы ключевая ставка трижды упала на 0,25%, и тогда банки слегка снизят стоимость кредитов. А вот депозиты, конечно же, тут же снизятся. Банки скажут, ну вы же видите, вот ключевая ставка упала на 0,25%, поэтому мы спешим и депозиты опустить на 0,25%. Ну, такие особенности у нас российского финансового бизнеса. Так что, скорее всего, депозиты станут еще менее привлекательными, даже рублевые. И это еще более подклеснет, по крайней мере, средний класс россиян. Правда, последние 25 лет спорят, есть ли он вообще. Но я встречал в магазине, видел парочку. Вот подстегнет этот самый средний класс к вложениям, конечно же, более активным, к активным инвестициям, неважно облигации, фондовый рынок, только российский, российский иностранный, это уже все второе. Но вся ситуация подталкивает нас к тому, что активные инвестиции, если еще не выход из такого определенного тупика, как еще можно приумножать деньги, то, по крайней мере, уже точно вот табличка с надписью «выход здесь». Что касается моих результатов, у меня по-прежнему доходность в основной части портфеля в районе 38% с начала года, подвел, напомню, газ, но я по-прежнему держу открытыми позиции лонгов по газу, и полагаю, что можно рассчитывать на отыгрыш этих позиций до тех же значений, с которых, собственно, упали. Пакет акций вырос в цене принципиально, также продолжаю держать. На платформе Finam результаты мои, к сожалению, по-прежнему около нуля, и вынужден повторить то, что уже констатировал. Это связано с тем, что, ну, довольно значимый процент вложен в акции TripAdvisor на платформе Finam, а TripAdvisor пока не очень хочет подниматься. Он, по-моему, прилег, и так удобно посапывает на достигнутом уровне. Ну, и на Forex, где находится менее 2% моего портфеля, тишина, я практически вышел из основных сделок, сохраняя доходность. С мая, когда открыл, вновь открыл портфель на Finam, в районе 6%, то есть ничего особенного. Именно благодаря «Акселератору» 3 года назад я начал свою предпринимательскую деятельность. Вот, именно все с этого и началось. Возле своего университета нашел помещение и реализовал свою идею. 1 июня 2016 года кофейня работает, и сейчас у меня 6 сотрудников. На тот момент, в 2016 году, проблем, по сути, не было, как бы, не хватало опыта, и мне нужен был наставник, более опытный предприниматель. Как раз в «Акселераторе» этим и помогали. Франшизой я начал заниматься в 2018 году, когда я сделал «Ребреник». Через пару месяцев я решил создать свою сеть. Также меня потом пригласили в качестве предпринимателя рассказать о своей деятельности. Если бы я не попал 3 года назад в «Акселератор», то я бы работал в банке, получал какую-то зарплату. Я бы не был доволен. Ну и в финале традиционно о том, что нам предстоит на будущей неделе. Понедельник, 16 декабря, как всегда, росыпью очень много азиатской и очень много европейской статистики. Ну и по традиции я обратил бы особое внимание на индекс деловой активности «Маркет», который будет опубликован как по Германии, так и по Европе в целом. Это еще не статистика, но это предвестие вот этой самой статистики по итогам года. Во вторник, 17 декабря, также статистическая картина достаточно плотная. Из наиболее значимых показателей я бы выделил, во-первых, протокол заседания Резервного банка Австралии. А во-вторых, публикацию сведений об уровне безработицы в Британии. Заодно посмотрим, как на этот показатель повлиял Brexit. В среду, 18 декабря, также продолжается росыпью очень много различной статистики. А для нас с вами наиболее значимым будет в 11.30 по Москве выступление нового главы Европейского центробанка Кристин Лагард. И в этот же день целый пакет, около дюжины показателей по британскому рынку, вкупе с темой Brexit. Опять же, достаточно интересная информация. В четверг, 19 декабря, из значимых событий на Азиатско-Тихоокеанском рынке, это решение Банка Японии по процентной ставке, и, соответственно, комментарии и пресс-конференции, которые будут даны по этому поводу. Решение Банка Англии по процентной ставке, что еще более интересно для рынка в целом. И протокол заседания Совета Банка Англии, голоса за снижение и за повышение ставки. Как правило, это воспринимается как настроение на будущее. Ну и традиционно важный показатель по американскому рынку, это число повторных и первичных заявок на пособие по безработице. И, наконец, в пятницу, 20 декабря, продолжается огромная россыпь статистики по азиатскому и европейскому рынкам. Самое значимое в этот день, это решение Народного банка Китая по процентной ставке по юаню. Это, конечно же, напряжет рынок, хотя тут ожидается, что Китай не будет отступать от достигнутых неофициальных договоренностей с Вашингтоном, больше не играться с юанем. И в США первичные годовые данные по ВВП. Вот та самая статистика, которая может потихоньку начинать выходить на первый план по сравнению с твитами Трампа и со всем этим китайско-американским годовым диалогом. Ну а теперь я на минуточку вернусь к теме, с которой начал, к теме крипторынка. Мы бы хотели призвать наших зрителей поучаствовать в новом опросе, и он касается перспектив крипторынка в новом 2020 году. Субтитры создавал DimaTorzok